Проводят рейды ради нашей безопасности. Сотрудники надзорных органов МЧС и представители местного самоуправления рассказывают людям, как уберечься от огня и проверяют, кто нарушает пожарную безопасность. В области объявлен пожароопасный сезон. Это значит, что нельзя разводить костры в лесах и рядом с ними. Сжигать мусор, траву и сухие ветки на приусадебных и дачных участках. Нарушителей ждут штрафы. В этот раз рейд провели в Головинском сельском поселении Судогодского района. Местным жителям раздают листовки, проводят профилактические беседы. Мусор вывезли, благодаря Андрею Ивановичу, буквально позавчера. А так, видите, тут все у нас. Травы сухой нет. Да, сухой травы нет. Жечь вроде нет необходимости такой. Глава поселения показал инспектору, как проводят опашку населенных пунктов. Их на территории 66, опахали пока 15. В районе функционирует добровольная пожарная команда. Есть и средства для быстрого тушения возгораний. У нас есть своя техника администрации. Это два трактора с плугом, с косилкой роторной. Автомобиль УАЗ «Буханка» перед вами, который переоборудован как раз для этих целей. У него запас воды 500 литров. Все необходимые – помпы, генераторы. Боевые комплекты. Дружина состоит из 18 человек. Сегодня мы вам представили 5 человек. Территория Лавинского поселения – 36 тысяч гектаров. Значит, 66 населенных пунктов. Это треть района. С начала пожароопасного периода на территории поселения составили 10 протоколов об административных правонарушениях. И вот очередной случай. Женщина на своем участке сжигает сухие ветки. А вдруг пожар? Средств пожаротушения у нее нет. Территория вокруг не опахана. Я никуда не уйду. Я стою здесь. Да нет. Просто сейчас все увидят, что вы жжете, и тоже начнут жечь. Ну что вы, конечно. Давайте тушите. Инспектор по надзорной деятельности составляет протокол. В нем зафиксировали факт нарушения. А штрафуют ли женщину, будет решать административная комиссия. Сотрудники МЧС напоминают – нарушать правила опасно. К счастью, добросовестных граждан все же больше, чем нарушителей. Многие граждане, конечно, подходят к этому вопросу ответственно. Все, что касается сжигания сухой травянистой растительности, они произвели это до наступления пожароопасного периода. Остальное мусор вывозят в контейнеры. Также рекомендуем гражданам иметь у себя первичные средства пожаротушения – это огнетушители. Также иметь емкость с водой, убирать сухую растительность с территории у себя. Да, ну ни в коем случае не разводить костры. Всего на территории Владимирской области с начала пожароопасного периода заведено более 550 административных дел о нарушении требований пожарной безопасности.